22 января, воскресенье, 9 января по старому стилю, неделя 32 по Пятидесятнице, по Богоявлению, глаз седьмой. Мученька Плефта, святителя Филиппа, митрополита московского Всероссии, чудотворца 1569, преподобного Иоанна, схеме Петра Казанского, чудотворца, пророка Самея, X век до Рождества Христова, святителя Петра, епископа Севастерия Армянской, преподобного Евстраты, чудотворца, священномученька Павла Никольского, пресвитера. Ивангельские чтения от Матфея, 4, 12, 17. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Заволоновых и Нефалимовых. Сбудется реченный честь пророка Исаию, который говорит, земля Заволонова, земля Нефалинова. На пути Приморском за Иорданом галилея языческая народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране, и тени смертные высиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Блаженый Феофилак, болгарские толкования Евангелия. Удаляется Иисус, научая нас этим, чтобы мы не подвергали себя опасностям. Удаляется же он в Галилею, то есть покатую страну, ибо язычники уклонились в грех и поселяется в Капернауме, то есть в Доме Утешения, потому что он и сошел для того, чтобы язычников сделать Дом Утешителя. Завулон в переводе значит «ночной», а не «фалим» – «широта». Ибо язычники имели в своей жизни и ночь, и широту, так как ходили не тесным путем, но ведущим к погибели. Зазбудится реченную честь пророка Исаию, который говорит «земля заулонова, земля нефалимова». На пути приморском за Иорданом галилеязыческое народ, сидящий во тьме, увидел свет великий и сидящем в стране, и тени смертные возиял свет. Путь моря вместо страна, лежащая на пути к морю, свет же великий Евангелие. Царь, он тоже был светом, но малым. Сень смертная – грех, а наподобие и образ смерти. Ибо как смерть захватывает тело, так и грех душу. Свет высиял нам, ибо не мы искали его, но он сам явился нам, как бы преследуя нас. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить с того момента, как Иоанн был заключен в темницу, Иисус начал проповедовать, ибо он ждал, чтобы прежде Иоанн засвидетельствовал о нем и приготовил для него путь, которым ему предстояло идти, подобно тому, как рабы приготовляют путь своим владельцам, владыкам. Будучи равен Отцу, Господь и Сам имел в лице Иоанна своего пророка, как отец его и Бог. Имел пророков прежде Иоанна. Вернее, и те были пророками, как отца, так и сына. Преподобный Серафим Саровский душу снабдевать надобно Словом Божиим, ибо Слово Божие, как говорит Григорий Богослов, есть хлеб ангельский. Им же питаются души Бога алчащие. Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтире. От этого бывает просвещение в разуме, которое от того изменяется изменением божественным. С праздником! С праздником!